Всем привет! Готовим сегодня вкусный ужин. Название ему придумать я так и не смогла. Для начинки нам понадобится 300 грамм капусты, морковь. Одну штуку натираем на крупной терке. На разогретую сковороду отправляем нашинкованную капусту и морковь. Тушим овощи до готовности. Готовые овощи остужаем. Также мы готовим тесто. 250 грамм муки, добавляем соль по вкусу и вливаем в муку 150 миллилитров воды. Перемешиваем ложкой, а затем переходим вымешивать тесто руками. Тесто получается как на пельмени. Готовое тесто убираем в холодильник на 30 минут. Также для начинки нам понадобится 300 грамм фарша. Добавляем к нему натертую луковицу, соль и специи по вкусу. Перемешиваем. Рабочую поверхность посыпаем мукой, достаем тесто из холодильника и раскатываем тонким слоем. На большую часть теста выкладываем готовые овощи. А на край выкладываем фарш. Фарш можно заменить на сосиски, например. Тоже, думаю, будет вкусно. Сворачиваем все в рулет. Сворачиваем плотно. Тесто не рвется и с ним приятно работать. Края закрепляем. Затем нарезаем на небольшие кусочки. Форму для запекания выкладываем в наши заготовки. Плотно друг к другу не прижимаем, так как в процессе приготовления они разбухнут. Можно также приготовить на сковороде. Готовим заливку. Вода. 500-700 мл. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. И заливаем этим наши заготовки. Накрываем форму фольгой, чтобы не подгорело. И ставим запекаться в разогретой духовке до 180 градусов на 30-35 минут. Или готовим на сковороде под крышкой. Смотрим, что у нас получилось. Ммм, очень даже аппетитно. Посыпаем зеленью. И можно звать всех к столу. Получилось очень вкусно, свежо и интересно. Необычный рецепт. Нам очень понравилось. А если и вам понравился рецепт, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А в описании есть ссылка на мой второй канал. Немного рецептов, тортов, десертов и различной выпечки.